Если вам ночью не спится и на душе тяжело, значит вам надо нет-нет, не влюбиться, а отправиться в Данию, где счастье продается в каждом крошечном магазинчике в виде теплых носков, мягких пледов и уютных свечей. А если вы всерьез мечтаете о крупном выигрыше в лотерею, поезжайте накануне Рождества в Испанию, жители которой тоже забывают про здравый смысл в надежде на иллюзорное счастье. Вот такие удивительные рецепты предлагает своим читателям журнал «Вокруг света» и рассказывает, как на самом деле живется самой счастливой нацией в мире и как не упустить свой шанс в погоне за удачей. А еще о том, как выжить в Антарктиде, жениться в Бухаре и уехать в Тимбукту, где искать край мира и на что похожа плесень под микроскопом. О невероятных путешествиях в самые любопытные места на планете, о новых взглядах на известные исторические события, о знаменитых людях и их судьбах, о новых научных открытиях и технических достижениях. Вот уже 160 лет журнал «Вокруг света» рассказывает о мире, в котором мы живем. Это настоящий журнал-долгожитель. Он был создан еще в позапрошлом веке, в 1861-м, в год отмены крепостного права. Дебют состоялся в столице Российской империи, Санкт-Петербурге. Журнал пережил две мировые войны, революцию, все перестройки и перетряски и стал в нашей стране родоначальником тревел-журналистики. Он не уступал лучшим изданиям Европы. Несмотря на доступную цену в 3 рубля за годовую подписку, оформлен журнал был роскошным. Издавался на качественной бумаге, а страницы его украшали многочисленные политипажи, рисунки и гравюры, как черно-белые, так и цветные. Тома журнала часто переплетались, и в дорогом переплете еще долгое время были желанным подарком. Первый номер имел под заголовок «Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений». Позже он несколько раз менял название. В 1885 году выпускался еженедельно и назывался журналом путешествий и приключений на суше и на море. В 30-е годы XX века позиционировал себя как журнал путешествий, открытий, революционной романтики, изобретений и приключений. После войны получил новый под заголовок «Ежемесячный географический научно-популярный и литературно-художественный журнал». С 2012 года «Вокруг света» официальный журнал Русского географического общества и сегодня носит гордое имя «Первый национальный познавательный ежемесячный журнал». В его истории было много кризисов и переломных моментов, но за все эти долгие годы только дважды выпуск журнала прекращался. После начала репрессии и революционных восстаний он закрылся. Причинами назывались «Дефицит бумаги» и «Общая неопределенность из-за революции». Возродился журнал только через десятилетия. Зимой 1927 года произошло беспрецедентное событие в истории советской журналистики. С интервалом в полтора месяца в Москве и Ленинграде начали выходить два журнала с одинаковым названием «Вокруг света». Но уже в 1931 году оба журнала были объединены. «Вокруг света» стало выходить в Ленинграде под эгидой ЦК или «Напкома» в ЛКСМ. Второй вынужденный перерыв – четыре военных года с 1941 по 1945. Возобновился выход журнала в 1946 году в издательстве «Молодая гвардия» по инициативе Владимира Афанасьевича Обручева и Ивана Антоновича Ефремова. Обложка издания за 160 лет менялась неоднократно. На ней успел покрасоваться весь земной шар. И новая комета, на несколько дней заглянувшая в нашу Солнечную систему и охватившая своим хвостом полнеба. И первая русская экспедиция к Северному полюсу под начальством Георгия Седова. И воробей, насильно отбивший у ласточки ее собственное гнездо. И корабли-призраки в стране ледяного безмолвия. И мексиканцы в плоских, как тарелка, шляпах. И серых, с красными кистями, шарфах, направляющиеся на традиционный карнавал. В 1928 году дизайн обложки Ленинградского журнала изменился. В центре по-прежнему располагался черно-белый рисунок, а вот по краям с трех сторон появились цветные полосы. Интересно, что в левом верхнем углу помещалась эмблема, на которой был изображен красноармеец. В 1938 году титульная страница издания стала цветной. Надо сказать, с журналом сотрудничали многие известные художники. Наверняка вам знакомы замечательные иллюстрации книгам Марка Твена, Жюль Верна, Герберта Уэллса, графика и акварелиста Георгия Петровича Фитингофа. Выходцы из древнего баронского рода, принять перемены, которые происходили в стране, заставило единственное желание – не расставаться с родиной. Но дворянский титул все-таки сыграл свою роль в его судьбе. Фитингоф был арестован и заключен в тюрьму, и только спустя два года вернулся в Ленинград. А на время его заключения со страниц журнала «Вокруг света» исчезли рисунки художника. После Великой Отечественной войны логотип журнала сменился на изображение глокуса, который с небольшими поправками сохранился до сегодняшних дней. И, кстати, за всю историю существования «Вокруг света» его логотип менялся только девять раз. Последняя смена дизайна журнала произошла в 2011 и в 2021 годах, но «Вокруг света» всегда оставался самим собой, первым познавательным журналом России. За 160 лет своего существования он рассказал тысячи интересных историй, которые были понятны каждому от мала до велика. В разные годы для журнала писали многие известные путешественники и натуралисты Николай Пржевальский и Владимир Обручев, Иван Ефремов и Николай Миклух Маклай. Впервые на русском языке были опубликованы работы Давида Ливингстона и Альфреда Брэма, заметки Туру Хейрдала и Жак-Ива Кусто. Любопытно, что в 1916 году на страницах журнала печатался даже систематический курс английского языка в 50 уроках, составленный госпожами Фрейд и Жуковской. В разные годы в журнале печатались Беляев и Паустовский, Брэдбери и Радари, Ян и Иренбург, Кинг и Азимов, Ерофеев и Петрушевская, Лукьяненко, Рубина и многие-многие другие замечательные авторы. Сильной стороной издания были его многочисленные приложения. Подписчики могли получить их бесплатно или по недорогой цене. Даже неполный перечень авторов делает честь вкусу составителей. Как видите, никакого вам бульварного чтива. Известно, что в 1913 году Сытин отменил издание всех приложений к журналу, зато подписчики получили полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, а в 1915 полное собрание сочинений Виктора Гюго в 36 томах. И неудивительно, что тираж издания увеличился в три раза, а «Вокруг света» стал самым распространенным журналом в России. В 1911 году приложением стали выходить ежемесячные иллюстрированные сборники «На суши и на море», посвященные путешествиям, приключениям и фантастике. А в 1961 году, к столетию «Вокруг света», любители приключенческой и фантастической литературы получили настоящий подарок. В качестве приложения к журналу начал выходить литературный альманах-искатель, выпускавшийся шесть раз в год. Полтора века работы – много для любого издания. Сотни материалов, тысячи фотографий. Чтобы все это богатство находилось в свободном доступе и не кануло в лету, в начале 90-х редакция журнала подключает рекламно-издательское агентство и издает шеститомную серию «Библиотека вокруг света». «Древо тайн» – шестой том. Вышел в 1993 году и содержал в себе интереснейшие сведения о тайнах нашей планеты. На его страницах были напечатаны материалы о загадках истории, о теориях и догадках об НЛО, динозаврах, единорогах и других фантастических тварях, о таких любопытных явлениях потустороннего мира, как гиблые места, полтергейсты и прочие проявления так называемой нечистой силы. Журнал «Вокруг света» всегда отличался разнообразием тем. Медицина, литература, география, биология, история, этнография и даже кулинария. Все его рубрики, скорее всего, назвать не смог бы никто при всем желании. Каждый раз журналисты придумывали все новые рубрики и постоянно находили все новые способы развлекать своих читателей. И журнал при этом сохранял преемственность. Сегодня издание имеет около 40 постоянных рубрик. Большинство из них традиционно публикуют статьи по страноведению и путешествиям. И, конечно, самая первая публикация в истории журнала была посвящена путешествию, приключениям Давида Ливингстона в Африке. Герои современной рубрики «Великие путешественники» – реально исторические лица, паломники, купцы, мореплаватели, первооткрыватели земель и авантюристы. Об истории появления какой-либо популярной во всем мире вещи рассказывает рубрика «Мировая вещь». Будь это скейтборд, спички, игра монополия, алюминиевая пивная банка, шнурки или мыльные пузыри. В рубрике «Национальное достояние» речь идет о некоем артефакте, которым гордится тот или иной народ или целая страна. Для латышей янтарь – национальное достояние, не окаменевшая смола, не оригинальный поделочный камень, а хранитель здоровья нации и лекарства в прямом смысле слова. А знаете, что такое идеальная жизнь в представлении финнов? Все очень просто – проводить свободное время с семьей и быть всегда готовым к борьбе, искать приключения летом и впадать в спячку с наступлением зимы, питаться оладьями с кофе и любить одиночество. В общем, вести жизнь мумитролей. Национальное достояние шотландцев, конечно, килл – настоящая гордость в клеточку. Не просто элемент исторического мужского костюма, а многовековая традиция. Атрибут мужественности – символ свободы духа и тела, потому что носить такое амбициозное средство самовыражения под силу только мужчинам. Вес юбки превышает несколько килограммов. Асамбреро. Для любого туриста самбреро – символ безмятежного праздника и хороший сувенир. Конечно, в стране с щедрым солнцем шляпа, дающая в ответ щедрую прохладу, не могла не прижиться. Само название самбреро происходит от испанского слова «сомбра», то есть «тень». В Мексике даже полицейские расхаживают в самбреро. Видишь и понимаешь – вот она, краса и гордость страны. Говорят, о вкусах не спорят. Открывая новую рубрику «Тело вкуса», журналисты вокруг света и не собирались ни с кем спорить. Они просто хотели рассказать об обычаях и привычках разных народов нашей планеты. Вот вы знаете, что такое тако? Обертка порохового заряда или запал для аркибузы? Этим взрывным словом мексиканские шахтеры назвали любимое блюдо. А уже в 20 веке простой фастфуд покорил не только мексиканцев, но и американцев, став знаковым блюдом для так называемой калифорнийско-мексиканской кухни. В США даже появился свой день недели для тако – тьюзды тако. Для европейца залог здоровья – овсянка на завтрак. А китайцы уже несколько столетий с самой полезной утренней едой считают рисовую кашу. Хотите быть здоровым и сильным? Тогда, по примеру китайцев, ешьте на завтрак рисовую кашу. Рецепт прилагается. А еще журнал предлагает читателям гида-путешественника во времени, где остановиться на ночлег, обменять валюту, поесть и выпить, что посмотреть в городе. Машина времени немедленно перенесет вас, к примеру, на Дикий Запад, на окраину Тумстоуна в Аризону. Именно там, в 1881 году, произошла самая известная перестрелка в мировой истории. Или в Москву 1671 года, где 6 июня, во вторник, был публично казнен путем четвертования предводитель крестьянского бунта Донской атаман Степан Разин. Казнь специально была устроена не на Болотной, как обычно, а на Красной площади, чтобы ее могли увидеть и иностранные купцы, и посланники, получившие специальные приглашения, и даже делегации запорожских казаков. Путешественник во времени легко мог бы затеряться в этой экзотичной толпе, а по завершении процедуры совершить небольшую прогулку в Москве 17 века. Раздел «Культурный код» проводит подробный анализ одного произведения искусства. Даже самое проникновенное селфи не раскроет человека так, как автопортрет живописца, дающий возможность увидеть художника его собственными глазами. Вот таким представлял себя Ван Го, когда писал автопортрет с перевязанным ухом и трубкой. Жизнь без путешествий теряет вкус. Наверное, поэтому журнал «Вокруг света» с самого своего образования был невероятно популярен. Михаил Чехов, младший брат знаменитого писателя, замечал. Это был очень занимательный тогда журнал, который выписывал каждый гимназист. А редактор журнала в 1908-1917 годах Владимир Алексеевич Попов добавлял. Журнал «Вокруг света» можно было встретить в любой столичной или провинциальной библиотеке, в любой семье, где была читающая молодежь. Он нередко упоминался как привычная деталь повседневной жизни русского общества. Вот, например, как об этом писал Иван Бунин в рассказе «Будни». С утра до вечера лежал он на своей высокой двуспальной кровати, опершись на локте, и страница за страницей пожирал вокруг света. А Фазиль Искандер в книге «Школьный вальс» или «Энергия стыда» вспоминал свое детство, подмечал, вспоминал и рассказал нам. Однажды, когда я сидел в холодке на ступенях парадной лестницы с ворохом журналов «Вокруг света», который я брал у одного из наших соседей, он присел ко мне и стал листать журнал, издавая те теплые, улыбающиеся воскресания, которые издают любители книг при виде своих давних знакомых. Главный постулат научно-популярного познавательного журнала «Развлечение через познание», и неслучайное издание стало источником познавательного и увлекательного чтения для самой широкой аудитории. По данным НРС «Россия», лидера в области медиаизмерений, «Вокруг света» является номером один в Москве и номером два в России по размеру читательской аудитории среди ежемесячных журналов. Совокупная ежемесячная аудитория бренда «Вокруг света» более 7 миллионов человек, включая интернет-портал, диджитал-версию журнала и социальные сети. Чему же был обязан своей невероятной популярностью «Вокруг света»? Александр Александрович Полищук, главный редактор журнала в 1983-2000 годах, отвечая на этот вопрос, на первое место ставил таланты и способности журналистского коллектива. Во-вторых, «Вокруг света» был единственным в стране неполитическим изданием, увлекательно рассказывающим о странах и народах мира, крупнейших экспедициях и путешествиях, исторических тайнах, загадках природы, необыкновенных приключениях. Страна в то время была по существу закрытой, не издавались даже путеводители. Поэтому все, кому приходилось сублимировать свою страсть к путешествиям в сопереживание героям публикаций «Вокруг света», а таких людей в стране были миллионы, становились читателями журнала. Было еще одно обстоятельство, о котором не грех напомнить, рассказывает Полищук. Права иностранных авторов в СССР в те годы не охранялись, и журнал мог беспрепятственно использовать тексты и иллюстрации зарубежных книг и журналов. Без всякого разрешения мы печатали произведения крупнейших писателей. При тогдашнем книжном дефиците рассказ Азимова или роман с продолжением Голдинга даже в сокращенном журнальном варианте были настоящим подарком любителю литературы, особенно живущим в провинции. Вокруг света и сегодня есть чем завлечь читателя. Начиная с легкого языка повествования и классного дизайна и заканчивая удивительными сведениями, дающими массу интересных тем для обсуждения с друзьями, да и пищи для размышлений. И пусть стремительное развитие интернета и появление онлайновых средств массовой информации поставили под угрозу существование печатных изданий, журнал «Вокруг света» сумел выстоять, сохранить бумажный формат, а используя новейшие мультимедийные средства, с 2014 года начал выпуск электронной версии издания. Кроме этого, был разработан ряд мобильных приложений, которые обеспечили читателям доступ к продуктам журнала с карманных портативных устройств. Все эти нововведения свидетельствуют о желании издания шагать в ногу со временем, ориентируясь на запросы современной аудитории. Номер за номером журнал приглашает своих читателей в путешествие. Не покидая своего дома и не подвергая себя опасности, мы можем оказаться в племени каннибалов или на приеме в Королевском дворце, у Ниагарского водопада или в пустыне Сахара. «Вокруг света» приглашает нас соприкоснуться с историей и увидеть, как изменился мир за полтора столетия. Субтитры создавал DimaTorzok